В Лабытнангах продолжаются мероприятия, посвященные 20-летнему юбилею городской думы муниципального образования города Лабытнанги. Сегодня ученики лабытнанских школ стали гостями выставки на рубеже двух веков. Она разместилась в фойе администрации города. В школах начинаются каникулы, поэтому число учащихся, пришедших на выставку, невелико. Впрочем, выставка работает уже не первый день, и с ее экспозицией уже успели ознакомиться и более многочисленные делегации. Представленные документы, фотографии, личные вещи депутатов Лабытнанской городской думы вызывают интерес не только у детей. Данная выставка отображает период очень важной в становлении и развитии органов местного соуправления нашего муниципального образования. Мы постарались в ней отразить такие главные вехи этих событий. Здесь на выставке можно увидеть фотографии людей, которые внесли значительный вклад в развитие и становление местного соуправления. Фотографии и материалы депутатов, которые подряд несколько созывов принимали участие в решениях городской думы. Рассказ Светланы Смоляковой о становлении и развитии системы местного соуправления на протяжении 20 лет с момента выбора самого первого созыва городской думы существенно дополнит знания, подчеркнутые из школьных курсов истории и общества знания. А ее слушатели хотя и не примут в силу своего возраста участия в сентябрьских выборах депутатов городской думы, но все равно все без исключения являются будущими избирателями, а некоторые возможны и депутатами. Во всяком случае, судя по их вопросам, интерес к происходящему у них есть. Я очень рад, что пришел сюда сегодня. Узнал очень много нового, полезной информации. Я узнал, что наш директор тоже когда-то был депутатом, тем не менее. Вот. Рад, что в каникулы, все равно не бездельно, что занимаюсь, ну, какими-то делами все равно, что-то новое узнаю. Выставка на рубеже двух веков, посвященная 20-летию городской думы муниципального образования города Лабутнаги, будет экспонироваться в фойе администрации города до конца марта. Вячеслав Голушко, Игорь Борисов, Максим Мячин. Программа «Время местное».